Тина расскажет нам про инструменты имейл-маркетинга для поддержания регулярного общения с аудиторией, и я хочу представить ее, это продюсер образовательных программ и маркетинг-директор онлайн-школ. Я думаю, что в момент представления все слушатели сказали, ой, нам бы еще и про это узнать, поэтому, Тина, готовимся к вопросам. Передаю вам слово с большим удовольствием. Так, Тина Навердинова. Благодарю. Всем добрый день. Всем хорошего настроения. Сегодня я с вами поговорю об очень интересной теме. Это как с помощью имейл-маркетинга поддерживать общение с аудиторией. Многие люди недооценивают этот маркетинг, потому что в целом человек получает от 50 до 100 писем ежедневно. Кстати, я вижу наш чат, поэтому пишите, у меня прям телефон рядом, и я смотрю ваши вопросы, поэтому прям в онлайне вовлекайтесь, пишите, и я постараюсь максимально на все ответить. И напишите, используете ли вы имейл-маркетинг в своих каких-то целях, как, как часто, и какие результаты вы лично получаете. А еще расскажите, замеряете ли вы эти результаты. А я дальше расскажу, что мы можем сделать для того, чтобы это было эффективно. Многие думают о том, что имейл-маркетинг уже не тот. Все, умер, не работает, раньше было лучше, а сейчас уже как бы не очень эффективно, потому что огромное количество конкуренции забирает внимание на себя все, и социальные сети, новые мессенджеры. И кажется, что все, имейл-маркетинг не работает. И почему складывается такое впечатление? Потому что многие письма попадают в спам, такое бывает, и иногда вы тоже рассылаете что-то, и боретесь с тем, что письма оказались не там, где нужно, и рейтинг, возможно, почты упал. Если вы пока не понимаете, о чем я говорю, мне страшно, я немножко потом еще раскрою информацию о том, что есть рейтинг у почтовых сервисов, и его нужно поддерживать. Многие письма теряются. Я здесь вам привела примеры собственной почты, просто огромным валом у меня падают письма каждый день, и на самом деле я их просматриваю вот так. Листаю, смотрю, интересно, если нет, то просто пролистываю и даже не удаляю, поэтому у меня там 28 непрочитанных тысяч сообщений. Ну и в целом из-за этого всего складывается впечатление, что не работает имейл-маркетинг, однако это не так. Я сейчас попробую вас переубедить и вообще в целом донести, зачем нужен имейл-маркетинг в 2023 году. Во-первых, это помогает наладить отношения с клиентом и повышает уровень доверия. Если мы возьмем в целом рынок такой более профессиональный, где есть B2B, B2C общение, больше B2C общения, то есть компания с компанией и так далее, то, конечно же, люди предпочитают получать имейл-письма больше, нежели чем какое-то личное обращение для того, чтобы все это перерабатывать. Есть исследование, что B2B, то есть физические лица, откликаются больше, чем B2C, потому что они каждый день практически проверяют почту. Я думаю, что и вы проверяете каждый день почту. Кто так делает, тоже дайте знать, посмотрим, сколько нас. Для чего в целом нам нужно здесь каждый день или что-то отправлять, и как мы налаживаем конкретные отношения, это с тем, что мы высылаем информацию, и человек видит, что это реальность, потому что сейчас огромное количество разной информации. Бывают мошеннические какие-то организации, которые копируют поведение другой компании и пытаются, к примеру, получить те же деньги или собрать что-то, как бы маскируясь. Вот эти ситуации. Поэтому это помогает наладить отношения, когда они видят, что реальный отправитель, и он реально заявил о каком-то сборе средств, к примеру, да, или о какой-то акции и так далее. Второе – это прогреть клиента в маркетинге, особенно в инфорынке. Есть такой термин, как прогрев. Это когда мы человеком окружаем информацией, и через некоторое время он приходит к мнению, что тот товар, услуга, да, что-то, то, что мы предлагаем, ему нужно. Это называется в целом прогревом, если это как бы очень легко объяснить. Очень важно понять, что многие люди не покупают сразу, если вы продаете что-то или пытаетесь у человека. Давайте так. Учитывая, что у нас сейчас аудитория НКО, то здесь про продажи, возможно, будет некорректно говорить. Но я говорю про продажи, потому что продвижение любой идеи абсолютно – это и есть продажа. Поэтому, если вы хотите продать даже идею, чтобы человек сделал какое-то целевое действие, вам необходимо после того, как он стал частью вашей базы, подписался на вас в соцсетях, в e-mail, чтобы он что-то совершил, его необходимо прогреть. И вот примерно 80% тех людей, которые попадают к нам в базу, они как раз-таки прогреваются уже после того, как они попали. То есть ничего не совершается в моменте. Нужно определенное время. Что еще? Это помогает поднять узнаваемость бренда, узнаваемость общей инфособытия, повода, что происходит, это популяризирует также. Что важно? Человек находится в инфопространстве, и если он видит огромное количество сообщений о той или иной проблеме, к примеру, или о том или ином продукте с разных сторон, он прогревается таким образом тоже. То есть вероятнее всего вы слышали такую фразу, из каждого утюга идет эта информация. И вот в нашем случае это тоже один из каналов взаимодействия с клиентом. И еще один такой вот метод касания с ним. Что еще? Естественно, можно продавать свои товары и услуги в среднем. Если мы посмотрим, сколько людей из писем переходит и делает какое-то ключевое действие, call to action, то это 3-4% от базы. В зависимости от того, какая у вас база, вы можете посчитать. Мои коллеги-маркетологи из Mindbox в 2021 году провели исследование, где они посмотрели 144 тысячи рассылок, примерно это было 14,2 миллиарда письма, это очень много, и 420 компаний, они посмотрели, которые каждый год отправляют больше 100 тысяч письма. И пришли вот к таким показателям CTR, то есть люди, которые переходили в письмо, открывали его, а потом кликали на ссылку в письме, вот такие показатели. Следовательно, в средней благотворительности 3-1%, но вот здесь можно будет посмотреть на каждую нишу практически свой процент. Это средний показатель, и если вы занимаетесь в той или иной сфере своим каким-то развитием и мейл-маркетинга, то ваши конверсии примерно будут такими. Здесь есть еще и повышенные конверсии, можно также посмотреть, что больше, ну, пользуйтесь спросом у аудитории. И вот этот показатель в среднем 3-4%. Дальше, почему нужно использовать e-mail маркетинг еще? Если мы хотим какую-то идею продвинуть, что-то продать или популяризировать, чаще всего мы прибегаем к рекламе. И ни для кого не секрет, возможно, вы тоже слышали, что с 2023 года, с марта, была в 2022 году внесена поправка, но в 2023 году это точно все вступает в силу новой поправки о рекламе. Это значит, что сейчас нужно маркировать абсолютно всю рекламу, и если вы этого не делаете, вы можете наткнуться на штрафы. И получается, что выгоднее всего идти не через рекламу, в любом случае реклама – это хороший инструмент, но те, кто умеет выжимать из базы все, кто умеет с ней работать, кто умеет вовлекать аудиторию и повышать эти конверсии, влиять на них, они выигрыши, потому что они более стабильны будут. И не нужно будет, хотя бы пока мы адаптируемся, пока мы привыкаем к этому новому закону, что-то кардинально менять. Поэтому прочитайте этот закон, и email-маркетинг, работа со своей собственной базой, она никак не противоречит тому закону, который есть. То есть вы можете бесконечное количество отправлять рассылок, привлекать людей и так далее. Что еще? Что важно вообще в целом для того, чтобы работать с базой эффективно? Конечно же, это изучение целевой аудитории. Многим кажется, что достаточно один раз понять свою целевую аудиторию, и на этом все. Вот она у нас какая-то там есть, мы с ней работаем. Но проходит время, и даже тот же клиент или человек, который подписался на вас, он со временем меняет свой интерес, и это нормально. И меняется его в целом видение, взгляда, ситуация. Поэтому исследовать ту базу, которая у вас есть сейчас, очень важно. И постоянно смотреть, как она меняется, как она принимает решения, что у нее происходит, что интересно, как меняется уровень дохода даже. Это тоже важно для того, чтобы правильно предлагать потом этой целевой аудитории свои товары, услуги или давать какие-то предложения. Очень важно собирать базу. Но базу собирать не так, что нам все люди нужны, но конкретно четко понимать, кто вам нужен, и собирать именно такую базу, искать такие площадки рекламные для размещения, чтобы на вас подписались именно релевантные люди, и вы могли им высылать то, что им действительно нужно. Многие пренебрегают этим, и просто где-то хоть что-то, пожалуйста, давайте разместим, и там уже посмотрим. Так делать не надо, это снижает количество вашей целевой аудитории, и как следствие, люди, которые получают от вас такую рассылку, им неинтересно, что вы предлагаете, потому что в целом это их может и не касаться никак. Следующий момент – это когда мы имеем огромное количество людей в базе подписок, но мы их не сегментируем, мы просто высылаем все всем. И это большая ошибка, потому что, возможно, даже вот в той целевой аудитории, которая у вас есть, я уверена, что она не один портрет там, да, вот сейчас постараюсь более проще объяснить. Есть какой-то пласт людей, целевой аудитории. Они все так или иначе связаны с вашим продуктом, услугой, все, что вы предлагаете, им интересно. Но у каждого разный интерес, у каждого разные потребности, и вследствие этого получается, что внутри большой целевой аудитории есть маленькие портреты целевой аудитории, которые могут немножко отличаться по тем основным запросам, которыми они к вам пришли. И поэтому, высылая просто по базе все, вы столкнетесь с тем, что в всей базе, возможно, ваше предложение неинтересно, но вот конкретному сегменту интересно. И таким образом вы получаете больше интереса и отклик от людей, с одной стороны, а с другой стороны, вы не раздражаете всех остальных, кому ваша рассылка нерелевантна. Поэтому сегментируйте базу, это позволяет делать огромное количество сервисов, которые сейчас рассылают, тегируйте, заранее продумывайте, как вы ее будете потом находить для того, чтобы отправлять. Следующий инструмент – это запрашивать double opt-in. Это когда человек два раза подтверждает, что ему интересно получать от вас эту рассылку. Что при этом происходит? Человек регистрируется, и ему приходят уведомления. А теперь, пожалуйста, перейди на свою почту и подтверди все то, что ты делаешь и то, что ты согласен получать от нас сообщение. Такой формат double opt-in позволяет нам очень сильно увеличивать лояльность, потому что человек готов 100% принимать от нас рассылку. И есть также исследование, что такая рассылка в два раза больше открывается, нежели чем просто, когда мы подписываем человек. Поэтому запрашивайте вот такой формат рассылок тоже. В целом, вот здесь есть даже исследование, что те люди, у которых есть double opt-in, они открывают чаще письма, они больше кликают, они меньше отписываются, чем те люди, которые не делали этого. Поэтому здесь можно будет тоже это посмотреть. Что еще? Обязательно нужно ставить цели рассылок и составлять планы рассылок. Очень многие просто... Сегодня давайте отправим это, а завтра вот это, а послезавтра вот это, и все. И как бы... Или спонтанно что-то происходит. Или бывает так, что почта очень много дней молчит, а потом нам срочно что-то нужно от нашей базы, и мы просто высылаем. Так делать не надо. Для того, чтобы все было планомерно понятно, конечно же, нужно составить план. Если вы не умеете составлять планы, я для вас подготовила подарок, шаблон планирования рассылок. Я потом скину организаторам они вам, для того, чтобы вы могли также все заранее продумать, продумать посыл, цель и так далее. Ну и, конечно же, ставить цель email рассылки, для того, чтобы вы понимали, и человек потом в конечном итоге понял, для чего он получил это письмо. Что важно? Очень часто я работаю с большим количеством копирайтеров, это люди, которые пишут эти письма, и очень часто, к сожалению, заказчики ставят непонятные технические задания. Если вы не знаете сами цели письма, то копирайтер не сможет вам отписать такое письмо, которое бы запало в душу, открылось, и потом человек перешел сделать целевое действие. Поэтому цель важно ставить, понимать, зачем мы это делаем. Если есть такое правило, если мы не понимаем, зачем это делать, мы не делаем. Вот и все. Поэтому у каждого письма, у каждого действия определенная цель, и мы по ней идем. Что еще многие не делают? К сожалению, это не оформляют письма. Если вы хотите эффективно взаимодействовать с аудиторией, то постарайтесь сделать так, чтобы все абсолютно инструменты, которые есть внутри имейл-письма, были захвачены и работали на вас, потому что большая часть людей визуал. Вот, допустим, я вам привела здесь примеры неудачных писем, когда высылается вот в таком формате письмо, это просто портянка текста, и даже оно персонализировано. Но читать не хочется, потому что, во-первых, много текста, не заинтересовали. Я визуал, я люблю, чтобы все было красиво. Я думаю, что по моей презентации это видно. И многие люди визуалы. А здесь есть еще ошибка, что призыва к действию нет на маленьком том экране, который мы видим в первом случае. То есть если вы говорите, что хотите сделать так, чтобы человек куда-то перешел, то желательно, чтобы уже на первом экране была кнопка, и человек совершал целевое действие, не листая текст дальше. Потому что вот у таких писем конверсия очень низкая. Вот, или справа письмо просто техническая рассылка. Для того, чтобы просто была, тоже так делать не надо. Да, неинтересно визуально оформлено. Есть, к примеру, удачных рассылок, когда человек действительно заморачивается над тем, что видит его конечный потребитель. И, во-первых, приятно глазу. Во-вторых, ты понимаешь, что действительно постарались, хотя это шаблонные абсолютно конструкторы. То есть это нужно собрать один раз, два раза, и все. И просто подставлять сюда свои данные. И понятно, что делать. Куда переходить, куда нажимать. Если вы посмотрите, то и в первом, и в втором случае в целом кнопки находятся на первом экране. Человеку не нужно пролистывать для того, чтобы сделать целевое действие. Ну и мотивация. То есть очень быстро понятно из того, как выделен текст, на что обращать внимание, и как читать. Вот, давайте поговорим про основные элементы, которые должны быть в письме. Это тема. Тема такая, которая привлечет внимание. Здесь для того, чтобы хорошо отписать тему и вообще в целом письма, я вам советую нанять сильных копирайтеров и людей, которые умеют это делать профессионально. Потому что просто раскрыть сейчас то, как нужно составить письмо, это очень долгая история. И люди специально обучаются этой профессии. Вот email-маркетолог, email-копирайтер. Поэтому если вы хотите, чтобы письма били в точку, в цель, то желательно найти хорошего автора, который вам это все отпишет. Многие пропускают либо заголовок, либо не пишут его. То есть в первой, когда я открываю письмо, первое, что должно меня заинтересовать, это заголовок. И заголовок должен заставить меня прочитать дальше. Если он скучный, если он непонятный, или его нет, то, естественно, письмо никто дальше не будет читать. Очень важно персонализировать письма. Письма, где написано имя, а потом какое-то обращение открывается чаще, нежели чем общая рассылка. Безусловно, важен контент. И сейчас, учитывая огромное количество конкурентов в разных направлениях, контент – это именно то, что выделяет вас. Вы можете бесконечно большое количество тратить денег условно на рекламу, на привлечение новых клиентов, на привлечение новых подписчиков. Но если у вас нет внутри никакого ядра контента, то эти люди будут уходить. Поэтому, если вы хотите в долгосрок работать с людьми, то контент – это то, что вам нужно создавать в первую очередь, генерировать его и создать человека, который может вам это усилить. Следующий – это баннер. Вот я здесь показала, как выглядит баннер. Они могут выглядеть так, по-другому, как захотите. Главное, чтобы он был. Важно сделать призыв к действию. И чтобы кнопка, то есть call to action, была на первом экране, я уже вам об этом сказала. Ну и, конечно же, не забывайте об оптимизации, потому что можно сделать письмо, оно будет безумно красиво выглядеть на компьютере, но когда ты открываешь его с телефона, там все поехало. Поэтому перед отправкой важно все проверять, чтобы везде, на всех устройствах открывалось все корректно. Благо, есть огромное количество сервисов, которые позволяют это делать практически без каких-то дополнительных усилий и знаний. Вы просто заходите в конструктор, собираете все как надо, вставляете картинку куда надо, и все даже автоматически оптимизируется. Это очень удобно. Что еще нужно для того, чтобы ваша рассылка была эффективной? Конечно же, анализировать показатели. Благодаря этой метрике в целом вы можете улучшить качество писем и замерять основные четыре параметра. Первое – это сколько людей, скольким людям доставилось письмо, сколько людей открыли, насколько много из этих людей, которые открыли, вовлеклись, и сколько людей отписалось. Благодаря этим четырем параметрам можно в целом оценивать, насколько эффективно у вас работает email-маркетинг. И вот те цифры, которые я вам приводила, точно так же можно будет проанализировать конкретно в вашу базу. Что мы можем сделать, чтобы увеличить доставляемость писем? Первое – это использовать надежную службу для email-рассылки, потому что сейчас есть рынок в целом, предоставляет нам огромное количество разных сервисов. Нужно будет выбрать одну и пройти все те шаги, которые вам говорит сервис, подтвердить себя, личность, почту, привязать доменное имя, и тогда репутация такого базового почтового ящика будет высокой. Очень важно соблюдать определенную очередность рассылки писем, не спамить. Базу, которую вы собираете, желательно также проводить через Double Laptain, для того, чтобы сервис почтовый понимал, что эти люди действительно подписались именно на вас. Не загружать никакую стороннюю базу в этот сервис для того, чтобы также не портить себе репутацию. В целом, за этой репутацией нужно следить. Если вы видите, что люди, которые получают от вас письма, добавляют ваши письма в спам, то что-то не так с контентом, и над этим тоже нужно будет работать. Что еще нужно делать? Это работать с базой и удалять неактивных пользователей из рассылки. В этом вам поможет ваш технический специалист или человек, который рассылает, он это все видит, он видит все статистики и метрики. Если вы видите, что пользователь очень давно не открывал ваши письма, вы ему шлете серию писем, где предупреждаете о том, что он давно вас не открывал, он, вероятнее, вас не читает, поэтому мы вынуждены будем вас удалить. Вероятнее всего, и вы сами получали такие сообщения. С одной стороны, это активизирует всех тех, кто не читал просто потому, что пропускал мимо, как я вдруг потом ему понадобилось, и он активизировался, а с другой стороны, вы понимаете, что там все умерло, там никто не откликается, их свободно можете их отписать, и у вас, да, получается, у вас будет та база, с которой действительно интересно работать, и понимаете, вы будете точно статистику, которая у вас есть. Что еще? Как повлиять на открываемость? Можно здесь очень много делать разных экспериментов, тестировать разное время рассылок, смотреть, когда ваша аудитория наиболее активна, когда она открывает, когда удобно, потому что в зависимости от целевой аудитории и ее поведения очень сильно можно отслеживать, что они делают. Условно, если вы ориентируетесь на обычного человека, который работает по найму, и утром просыпается и первым делом открывает свой телефон, проверяет все свои мессенджеры и плюс почту, а потом уходит, работает где-то еще в час, в два дня, еще раз что-то проверяет, то исходя из этого лучше отправлять либо ранним утром, либо в обед. А если это условно предприниматель, которому некогда, и он только вечером освобождается, то вечером. Или это мама в декрете, которая уложила ребенка в обед спать, и она открывает, допустим, в промежутке 14.00-15.00. То есть, изнасивательную аудиторию, вы будете точно знать, когда отправлять аудиторию, ну а чтобы нащупать это, можно отправлять и тестировать разное время рассылок. Что еще можно делать? Можно писать разнообразные письма. В целом, существует огромное количество писем, это как разные форматы контента, которые вы потребляете из социальных сетей, также и в e-mail маркетинге. Можно их менять, чередовать, менять местами, да, и как раз таки вот тот план рассылок, который вы составляете, нужно будет создать, исходя и опираясь на те форматы, которые есть. Давайте просто быстро проговорим. Особенности контентных писем, это вот то, за что любит вас ваша аудитория, это что-то полезное, то, что они могут применить, это то, что закрывает какие-то более дайджесты, это какие-то анонсы, понимание того, что там произойдет на следующей неделе, да, какие-то анонсы в целом ваших новых мероприятий, продающие, если вам нужно сделать какой-то призыв, и чтобы человек прям перешел, что-то сделал конкретное. И технически это в формате куда прийти, мы находимся здесь, и вот в такого формата. Если брать условно какое-нибудь мероприятие, то в технических письмах будет текст в формате «мы находимся здесь», это по такому-то адресу, ждем вас тогда-то, тогда-то вот такого формата техническое письмо. Старайтесь их разнообразить, использовать все те рекомендации, которые я вам сказала ранее, и тогда вы получите открываемость больше. Что еще мы можем сделать, чтобы наше целевое действие, которое мы заложили в письмо, реализовалось, и этот процент стал из 1,5 до 3%. Сформулировать в целом четко оффер, что мы хотим от человека, что он должен сделать, что мы ему предлагаем. Не делайте такие письма, в которых есть несколько призывов к действию. Одно письмо, одно целевое действие. Условно говоря, я часто встречаю письма, где мне предлагают вначале письма что-то одно, потом я читаю дальше что-то другое, и в следующем я читаю ниже, и там еще третья кнопка на какое-то третье целевое действие. В этот момент у меня случается паралич выбора, я не знаю, что мне выбрать, вы мне предложили слишком много вариантов, а люди ленивые, они не хотят переходить по всем трем ссылкам или перейти по первой, потом вернуться, потом перейти по второй. Поэтому, исходя из поведения человека, легче читать ему очень понятное, четкое предложение. Одно письмо, одно целевое действие, и он это делает. Что еще можно сделать для того, чтобы поднять эффективность? Если человек читает письмо, и его вот прям захватило чтение, и он видит кнопку, но он решает пропустить ее и читать дальше, он скроллит вниз, то легче всего сделать работу за него, не позволять ему переходить снова вверх, чтобы нажать на кнопку, а сделать несколько призывов на одно и то же целевое действие, и тогда он не будет возвращаться для того, чтобы нажать, а люди ленивые, они не хотят возвращаться, он легче всего закроет, уйдет, ему кто-то позвонит, кто-то напишет, и он уйдет. Поэтому можно сделать одно письмо и три-четыре призыва к одному и тому же действию и кнопки. Кнопки для того, чтобы люди переходили. Что еще важно? Заботиться о людях, которые читают вашу рассылку, потому что иногда бывает так, вот сейчас я вернусь и вам просто покажу, ой, слишком быстро, вот так, и я просто даже не понимаю, за что зацепиться взглядом. Заботьтесь о людях, выделяйте важное, и это очень помогает быстро донести ваш посыл людям. Вот. Я готова ответить на ваши вопросы. У меня был еще один слайдик, но он куда-то убежал. Давайте я вам его так расскажу, что еще можно сделать для того, чтобы, пока вы пишете свои вопросы, что еще можно сделать для того, чтобы повысить в целом взаимодействие с аудиторией и открываемость. Это есть исследование, что если вы используете эмоции, эмоджики в теме, то это тоже открывает. Но в целом я предлагаю экспериментировать чаще, это еще один инструмент, создавать что-то новое, придумывать, не бояться, но важно, если вы делаете какие-то эксперименты, не делайте на всю базу, сделайте на один маленький сегмент, посмотрите, как она отреагировала, сделайте все метрики, посмотрите, если открываемость выросла, то здорово, можно попробовать теперь еще на части базы это протестировать. Если нет, то ничего страшного, вы вот маленькую-маленькую часть базы взяли, с ней повзаимодействовали, и если не увидели отклика, это тоже нормально. Вот, каждый раз можно придумывать все, что угодно, мне кажется, здесь такое большое место для креатива и возможности показать себя по-разному тоже очень много, поэтому все остается только за вами. Так, я читаю ваши вопросы. Есть только комментарии пока. Да, 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 вижу. Давайте ваши вопросы. Да, какой рассылочный сервис вы предпочитаете, в каком работаете, и верстаете вы в самом сервисе или где-то в других программах, а потом переносите. Да, поняла. Учитывая специфику моей деятельности, чаще всего я использую бит-курс. Возможно, многие о нем знают, это такая LMS-образовательная платформа, и там встроены уже email-разстрельщик, в котором все верстается внутри, все собирается. Мы просто у дизайнера заказываем баннеры, футер, все это вшивается, и наш технический специалист это все делает. Если вы просто рассылаете, то подойдет вообще огромное количество сервисов. MailChimp, это Unisender, это просто Sendler, очень много разных сервисов. На самом деле есть только разница в том, где вы конкретно находитесь, кто ваша целевая аудитория. Если вы условно находитесь за рубежом, то легче использовать MailChimp, смотря, куда вы хотите интегрировать ваш сервис, потому что для того, чтобы человек получал ваше письмо, он же должен где-то увидеть призыв условно на сайте. И вот если это все можно подружить, допустим, сервис рассылки с определенным сайтом, то вот можно выбрать конкретно его. Здесь очень много технических нюансов, поэтому и выбор большой, поэтому здесь такого однозначного ответа нет. То, что мы используем это GitCourse, и там есть все. Так, что еще есть у нас? Вот благодарности есть, емко, понятно и интересно. Благодарю вас. А вот тоже вопрос, рассылка от Джима часто уходит в спам, чем рассылка от Mail. Что вы по этому поводу думаете? Такой практический инструмент. Да, да, здесь получается, что у Gmail очень большое количество требований. Пересмотрите то, что вы рассылаете, потому что есть даже стоп-слова, которые Gmail может сочетать и отправить в спам. Здесь очень важно посмотреть на контент, кто подписался. Если вы знаете, что у ваших клиентов на Gmail уходят письма в спам, просто предупредите их об этом заранее. Это можно сделать на странице регистрации, к примеру. Это можно сделать в социальных сетях и сказать, что, ребята, мы вам высылаем. На многом писем вам не доходит, потому что Gmail считывает их как спам. нас из спама и прям можете приложить инструкцию, как это сделать. А те люди, которые к вам лояльны, они это сделают, и в результате вы повысите свой рейтинг своего сервиса рассылки. И в следующий раз, возможно, уже при повторной рассылке у других людей, конкретно этих вы уже не будете попадать в спам, а у других людей вы не будете попадать в спам. Но здесь всегда такая ситуация, что Gmail, он вредный, и когда он получает письма, он часто изсовывает спам, и здесь не зависит от какого-то конкретного сервиса рассылки, это просто такая особенность. Так, что еще? Еще вопросы, коллеги? я вижу, что все пишут плюсики. Да, вопросы кончились, остались только плюсики. Все-таки мы уже почти четыре часа в эфире, поэтому силы на вопросы иссякли. Я хочу вас поблагодарить, спасибо большое, но вообще всегда, правда, к рассылкам такое предвзятое отношение, с одной стороны, вроде бы надо рассылать, и у большинства ресурсных центров есть рассылки, и понятно, что часть в спам уходит, и вот надо или не надо, а может уже не надо, может никто не читает, но вот сегодня благодаря вам мы немножко снова другими глазами посмотрели на вообще на этот инструмент, ну и мне кажется, что некоторые посмотрели быстренько на те письма, которые от них уходят в рассылку, схватились за голову и уже прям побежали искать дизайнера или сами в какой-то инструментарий для того, чтобы сделать эти письма красивые, но, конечно, любой инструмент это все-таки только инструмент, которым можно, да, если микроскопом заколачивать гвозди, ничего не получится, точно так же, как если, да, молотком пытаться поймать какой-нибудь микромикроб, вот, а вот существует ли удачное время для рассылок, например, выходной, рабочее время, праздничные дни, когда лучше писать, а когда не писать. я уже говорила об этом ранее, что все зависит от вашей целевой аудитории, если она готова принимать от вас письма выходной, там, восемь, то высылайте восемь, а если нет, то нет, для этого нужно проанализировать вашу целевую аудиторию, каким образом это можно сделать, вот именно исследовать целевую аудиторию, здесь очень много способов, самый простой, это хотя бы опросы кинуть в емейл, также в другие социальные сети, попросить там 10-15 респондентов ответить на ваши вопросы лично, когда вы выходите с ними в личную коммуникацию, задаете вопросы, и они вам честно отвечают, что они делают в это время, читают, не читают письма, если проверяют почту, то когда, исходя из этого можно протестировать разное время рассылок и уже исходя из анализа понять лучшее время конкретно для вас, какой-то общей панацеи для всех, к сожалению, нет, потому что целевая аудитория разная, разные подписки и базы у всех разные и у кого-то может хорошо быть в воскресенье вечером, а у кого-то во вторник днем, к примеру, но есть правило общее для всех, стандартизированное, особенно для онлайн-школ, что мы отправляем ежедневно в 8 утра и первым делом, когда человек просыпается, он увидит наше сообщение, ну или вот с утра видит то, что мы ему уже отправили и тогда наше предложение становится интересным, но еще есть одна особенность, которую мало кто знает, знают только те, кто владеет огромным количеством базы, максимальное количество людей, с которыми я работала в email-маркетинге, это было почти 5 миллионов человек, и вот если вы отправляете им базу, вот письмо на 5 миллионов, одно и то же, к примеру, вот вам нужно массово рассказать о чем-то сегодня всем, то вы можете отправить в 8 часов, но рассылка до человека по очереди дойдет в часов в 12, в час ночи, такое тоже бывает, и это тоже обязательно нужно предусматривать, и если вам нужно отправить большому количеству людей письмо, и у вас база и очередь доходит недолго, база большая, то лучше всего как раз-таки здесь сегментировать аудиторию, и сначала первый пул писем отправить самым-самым горячим, лояльным, тем, вот кто 100% сделает целевое действие, и таким образом делить базу, и после того, как отправился первый пул, отправлять второму, третьему, и так далее, вот, наверное, напоследок я вам хочу сказать, что рынок в целом маркетинговый очень цикличный, все то, что сейчас не работает со временем снова становится рабочим, поэтому такие инструменты забрасывать не надо, мы пока не понимаем, как скажется новый закон о рекламе на вообще все деятельности, да, именно онлайн-деятельности, большого количества бизнесов, это не только инфобизнес, но и в целом все то, что продается онлайн и рекламируется онлайн, поэтому сейчас иметь свою базу, умение работать с этой базой и в целом вовлекать ее, это очень классный навык, который не у всех есть, именно этот вот навык, он в целом определит, насколько вы будете в будущем успешны, потому что те, кто умеет контентно работать с людьми, они 100% не останутся ни с чем, вот такой посыл, спасибо. Спасибо большое. Нет, вопросы кончились, ну, во всяком случае, я не вижу вопросов, есть только благодарности по поводу того, что вот полезной информацией во многом часто даже не задумываешься, пока вот твое внимание кто-то не привлечет к очень важным вещам, тебе они кажутся неважными или ты просто пропускаешь их мимо, поэтому спасибо огромное за ваше выступление и за вновь открытый инструмент.